Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я сразу вам скажу, я не Алсу, я молчать не буду. Я снимал все видео, 5 или 6 частей, вы комментировали и могли праведный гнев свой в комментариях выместить, так сказать, написать. И я снимал, и я от своего мнения не отказываюсь, что все, что происходило, происходило на этом конкурсе, голос, все это было несправедливо, и все это было, значит, в ущерб тем детям, которые должны были победить. В частности, Жан Максим Нино, Чеснер, Ром Багратиан, Миша Григорян. Но я в каждом видео, в каждом, если вы пересмотрите из них, да, говорил о том, что у дочери Алсу, у Микеллы, есть талант. Он есть в определенной степени, но ее голосовые данные, вокальные данные, они оказались хуже, чем у тех детей, которые были на голосе. И я был возмущен несправедливым голосованием за ту, значит, конкурсантку, которая объективно была слабее. Понимаете, в чем дело, нет? Вчера я записываю видео, где рассказываю вам о том, что шеф-редактора положили в реанимацию с инфарктом, что Алсу, значит, покинула Россию, по словам Любови Успенской, да, на неопределенное время с детьми. И сегодня утром я в полном шоке читаю ваши комментарии, где вы пишете мне о том, что я продался, значит, яиц у меня не хватило и все такое прочее. Я вам сразу хочу сказать, значит, я свою позицию четко отстаивал и буду отстаивать. Еще раз повторяю вам, что я считаю, и я говорил это в видео в тех, посмотрите, у кого мозгов не хватает, еще раз говорю, что, значит, мне англоязычное исполнение песни Микеллы понравилось оно мне, понравилось. И я считаю, что у нее есть голос, но потому что с ней занимаются преподаватели мирового уровня. И потому что, конечно, им платят огромные деньги. У других детей такой возможности нет. Но я ни разу не сказал и не оправдал никого и ни за что. А когда вы говорите продался, это совесть нужно поиметь тем, кто подписывался на мой канал по этим видео. А сейчас это говорит. Вы вообще понимаете, что снимая эти видео, я ставил под угрозу собственную жизнь и здоровье. И я это снимал, потому что у меня, я по-другому поступить не мог. Потому что это справедливость, потому что я хотел, чтобы люди знали, чтобы можно было обсуждать, чтобы можно было комментировать, чтобы можно было дискутировать на эти темы, чтобы они не были, не замалкивались эти темы. И свыше двух миллионов человек посмотрели эти видео об этом. И несмотря на это, вы пишете такие, ну просто гнусные комментарии. Дизлайк, отписываюсь, значит, продался, запугали или кого ты оправдываешь. Я никого нигде не оправдывал. Я только сказал, что шеф редактора положили в реанимацию и, возможно, в первом канале никто ничего не знал. А может и знал, хрен его знает. Еще раз говорю. Но то, что было несправедливое голосование, то, что я посмотрел, как Алсу поет сама она. Но то, что дочка талантливее Алсу, мама, это точно. Слушайте, я вам хочу сказать. Я за последние 20 лет так часто не произносил имя Алсу, как за последние 5-6 дней. И это я делал ради вас, ради того, чтобы вы, как аудитория, могли писать комментарии, могли выразить свое негодование от тем, что мы в пятницу увидели. Сколько? Неделю назад. И мы пришли к тому, что вы мне же, меня же в говно лицо вымакнули. Понимаете, в чем дело? И я еще раз хочу сказать, что те люди, которые мне пишут и считают, что я буду молчать, и считают, что я промолчу вот так спокойно и все, я еще раз говорю, я не Алсу, я молчать не буду. Я бегать где-то не буду. Я никогда не бегал и не молчал. Я всем в глаза скажу, если нужно и что нужно. И в частности сейчас, так как я не могу каждого из этих людей увидеть, я вот так вам говорю, что я от своего мнения не отказывался. И все, что я сказал в предыдущих видео, все так оно и есть. И я никому не продавался, ни за какие деньги никогда. У меня 700 видео отснято на канале, и канал не монетизируется. Я ни копейки не получаю с этого канала. Я зарабатываю совершенно другим делом. Это мое хобби. Я снимаю для хобби. Можете себе представить это или нет? И все те люди, которые пишут, что хайпажор, хайп, туда-сюда. Я вам еще раз скажу, вы видите в мире только то, что есть в вас. Если вы видите и хотите хайпануть на какой-нибудь теме, то вы и в другом человеке это увидите. А если человек видит, что, значит, человеку не безразлична судьба детей, человеку не безразлична еще что-то, понимаете? Тогда он и в другом это же увидит. Я написал Нино Чеснер, Мишу Григоряну, я написал слова поддержки в социальных сетях, везде. Понимаете? Вы же половина не знаете того, что я делал. И вы такие вещи мне пишете. Я еще раз говорю, все те, кто написал мне, отписываюсь, дизлайк, продался, яиц нет, запугали, продажный блогер, еще что-то. Отписывайтесь смело все, отпишитесь от меня, потому что я такую аудиторию не хочу иметь. И ничего общего с такой аудиторией тоже иметь не хочу. Я имею ввиду всех тех, кто написал такие сообщения. И огромная благодарность и признательность всем тем, кто меня понял правильно и понял, что я не на тормозах что-то пытаюсь спустить, понимаете? Не оправдать кого-то, а я высказал свое мнение о том, что, возможно, о Первом канале не знали. Возможно, еще что-то. Жалко человека, который пал в реанимацию. А что, мне жалко человека, пал в реанимацию? Да, мне жалко себя. Да, я в пятницу вечером, неделю назад, два часа потом потел и лежал после этого голоса. Да, мне жалко всех сограждан, которые это все обсуждали. Да, мне жалко вас, свыше двух миллионов человек, которые ротеют и болеют за детей. Да, мне жалко детей безумно. Да, я считаю, что дочь Алсу, она гораздо менее талантлива, чем все те дети, которые участвовали в голосе. Но это не говорит, что она вообще не талантлива. Она, в принципе, еще раз говорю, англоязычную песню, я еще раз повторяю, пересмотрите мое видео, я это говорил в каждом видео, вы ни разу не услышали. А здесь вы прицепились к этому слову, что мне понравилось ее исполнение. Мне понравилось ее исполнение англоязычной песни. Другое дело, что ей нужно было выйти на определенном кругу, когда ее не выпустили, а просто поперли дальше, поперли дальше. Понимаете, в чем дело? И это уже было видно, что это уже не прикрыто. Но я еще раз говорю, я просто поражен сегодня утром тому, что вы можете вырвать из контекста два слова и прицепиться к ним. Уж у меня вырывать из контекста, это уже седьмая часть, где я изобличил не только, вообще всю эту ситуацию описал и дал возможность вам высказаться, но и изобличил, значит, огромное количество фактов, которые были вокруг этого, не в пользу точно, значит, того, кого вы говорите, что меня купил там или еще что-то, запугал или еще что-то сделать. Меня купить или запугать совершенно нельзя, понимаете? Вот со мной можно другое сделать, это можно сделать, чтобы я заткнул рот, но ничего другого точно. Но еще раз вам говорю, если вот эти вот люди, которые писали, отписываясь, дизлайк, или это проплаченные люди специально, потому что это уже стало заметно, такая аудитория в вашем лице просматривает вот эти видео, которые я снимаю на эту тему, или это проплаченные люди, которые специально пишут отписка, дизлайк, т.д. и т.п., значит, потому что общее количество, в принципе, людей прибавляется наоборот. Или это проплаченные какие-нибудь боты, да, или еще что-то люди, такие же там, не знаю, заинтересованных лиц. Или я еще раз говорю, те, кто это написал, ошибаются, яиц нет, это у вас яиц нет, а у меня они были, есть и будут всю жизнь, и побольше ваших. Я еще раз говорю, молчать никогда не буду, никогда, я никогда еще не молчал, я всегда за справедливость. Но в данном случае вы несправедливы ко мне, абсолютно. Кто-то из вас, хоть один человек, там, один, два, я знаю, три, сел, снял видео, понимаете? Многие люди, выкладывая фотографии под хэштегом, который я создал, позор, голос, дети, 2019, закрывали лицо от страха. Я на одном хоть видео закрыл лицо, нигде не я закрыл лицо, понимаете, в чем дело? А многие люди закрывали лица от страха и боялись. И вы хотя бы подумали о том, что человек сел и сделал это ради людей, ради детей и ради всего этого. У меня нет слов других. Но то, что если вот эти люди рассчитывали, что просто они напишут отписка, дизлайк и попали на какого-то человека, там, недоблогера, да? Вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно ошибаетесь. Я вам каждому отвечу, предметно, если не будет потребоваться. Я для каждого видео запишу и каждому разъясню свою позицию. Надеюсь, она сейчас вам предельно понятна и ясна. Всем пока, до встречи.